Панихиды по Петру Алабину в Иверском монастыре служат каждый год, в день его рождения. Почтить память самарского главы приходят не только историки, сотрудники музея, но и обычные горожане. Вход свободен. В Иверском монастыре похоронен и сам Алабин, и вся его семья, жена и дочь. С этой обителью Петр Владимирович и при жизни был тесно связан. При отъезде из Вятки Петр Алабин покупает лотерейный билет и выигрывает по тем временам неслыханную сумму в 200 тысяч рублей. В это же время умирает его дочь. Все эти деньги он жертвует на строительство храма в Иверском монастыре. Современники о Петре Алабине могли смело сказать – это наше все. При нем в Самаре впервые для освещения стали применять газ. Начала работать телефонная станция на 10 номеров. Строились заводы и фабрики. Беспрецедентный случай. Алабин и его единомышленники смогли изменить железнодорожный проект, уже подписанный императором. Алабин был счастливее тех людей, которые добились переноса железнодорожной ветки, которая должна была пройти значительно южнее Самары, на мост, через Самару железнодорожный мост. Это уже просто часть того проекта, по которому Самара становилась одним из центров железнодорожного движения в России. Петр Алабин внес значительный вклад и в духовное развитие города, уверены историки. Городской театр и историко-краеведческий музей – его рук дело. Биографии Петра Владимировича изучены хорошо, но и белых пятен в ней достаточно. Совсем недавно мы встречались с представителями российско-болгарского общества дружбы. И, возможно, в рамках этой работы откроются новые обстоятельства поездки Алабина в Болгарию. Горожане не забывают о заслугах Самарского главы. Цветы на могиле Петра Алабина появляются не только в день его рождения. Марина Матвеевична, Максим Гусев, События.